Ну что, мои девочки, давайте поговорим по поводу того, кто куда бы кого послал и кто кому что должен, и с какими претензиями мы должны его просить, а ещё и благодарить. Девочки, я вам скажу такую вещь. Я так рассуждала тогда, когда у меня не было нормального мужчины, и тогда, когда я считала, что мне все в этой жизни обязаны, особенно мужик. Но так как я уже женщина, и так как я уже в отношениях с мужчиной, то я вам скажу так. Если что-то мне надо в моей жизни, в моих ситуациях, я обязательно человека попрошу. Потому что, девочки, отношения выстраивает на то, что он мне должен, он должен догадаться, он должен предложить, я не должна его просить, а ещё я не должна его благодарить. И вот это «должна, не должна» у меня отсутствует в отношениях априори. У меня идёт огромное уважение к мужчине. Я пытаюсь по возможности какие-то такие мелочи в своей жизни делать сама. Мелочи, девочки, ключевое слово. У меня нет того, что он мне что-то обязан. Вы даже не представляете, какая прекрасная жизнь, отношения, когда ты абсолютно не вешаешь обязанностей на мужчину. Запятая и большое дно. Но он так прекрасно. Сам видит, какие обязанности он готов взять. И самое главное – это его решение. Он сам выбирает. Он сам предлагает. Я не жду. Я могу просто объяснить ситуацию. Вот. И он может предложить. Или, когда это моя ситуация, девочки, всегда, всегда не ждите, когда ваша ситуация, что вам начнут что-то предлагать. Нормальные люди не будут лезть в вашу ситуацию, подождут, когда вы, ну, посчитаете нужным, нужна ли вам помощь, например. Понимаете? В моей ситуации по поводу того, чтобы поехать ко мне в 10 ночи, да, когда я объяснила и говорю, у меня сейчас таких два варианта. Или самой поехать, или если ты не против, давай поедем вместе. 30 минут туда, 30 минут обратно. И с моментом, когда я прошу, я предполагаю, что он мне откажет или нет. Вы поняли? У меня нет ожидания, что он должен, девочки. В этом такая прекрасная, как бы вам сказать, такой прекрасный уровень отношений, когда я не подталкиваю мужчину на какую-то помощь, у меня нет в голове вот это обязан. Девочки, когда у вас в голове обязан, вы с такой претензией будете об этом у него и просить. Понимаете? Потому что вот эта надменность, что вам должен, он мужик. Я не хочу мужика. Я нашла себе мужчину. И он так прекрасно, потихонечку, вот как-то естественным путем, вот честно, вот абсолютно естественным путем. Он берет свою ответственность за какие-то моменты. И меня это вполне устраивает. Например, он берет ответственность за то, куда мы поедем отдыхать. За то, что он полностью оплачивает это. За то, где мы будем проводить время и как мы будем проводить время. Вы знаете, и даже наше будущее, возможно, куда мы поедем, возможно, где мы будем жить, в каком штате, какой дом, где. Девочки, вот эти вещи масштабные. Где, например, у меня колесо, он планирует второе мне заменить. Я об этом его не прошу абсолютно. И я вам больше скажу, я могу это сделать сама. Он предложил. Вот. Еще где-то месяца два назад. Сейчас он его не меняет. Но у меня нет в голове такого. Что-то ты мне пообещал. Что-то я жду, жду, не могу дождаться. У меня нет такого. Потому что он реальный человек, который, если он что-то говорит, он делает. И я никогда не буду намекать или пушить мужчину. Пушить – это подталкивать на что-то. И, кстати, вы знаете, он настолько, если мне, например, что-то надо, он говорит, тебе прямо сейчас, я говорю, так как тебе будет удобно. И вы знаете, как-то мы с ним разговаривали, он мне сказал. Мне так комфортно, что ты меня не подталкиваешь, ты меня не ограничиваешь временем. Но вы знаете, девочки, я про свой случай говорю. Я понимаю, что есть категория мужиков, где сказал, забыл. В общем, я вообще, мне такой рядом не валялся. Он у меня такой рядом и не будет. Тот мужчина, который со мной я уважаю, уважительно к нему отношусь, с уважением я его прошу о помощи. И я его благодарю неперестанно. Я его обцеловала шейку, губки, щёчки и прыгала, как девочка, когда мы приехали в 11 ночи, начало 12-го. И эти коробки мы всё-таки занесли. И я ещё и должна. Нет, вы ничего не должны, девочки. Абсолютно. А я в своих отношениях для себя выстроила долг. Для себя. Будь девочкой. Будь женщиной. Чтобы тебе хотели помогать. Чтобы тебе... Чтобы для тебя возникало желание помочь. Чтобы ты себя вела так, Чтобы мужчине хотелось тебя, как кошку, погладить. И это моя, мой фундамент отношений. И отсюда уже исходит всё. Я хочу быть в отношениях с женщиной. Мягкой, улыбающейся. Которая ничего от мужчины не требует. А если ей что-то надо, она так красиво об этом просит. И потом так мягко, по-любовному, и с такой благодарностью, с такой открытостью и теплом, и любовью, благодарит мужчина за то, что он поучаствовал в частичке её жизни, где ей нужна была помощь, но она бы и сама справилась. Вот такую мягкость я добавила в свои отношения. Но я стала сначала сама такая. Потому что у меня очень много было агрессивности в отношениях. У меня очень много было. Он должен... Я помню, мне сын как-то сказал. Это было, сейчас скажу, 7 лет назад. Мы как-то рассуждали с дочкой, да. А он слышал и говорит. Мне просто интересно, почему женщины уже изначально считают, что мужчина им что-то должен. А мужчина ничего не должен. И вы мужчине ничего не должны. Выстраиваются отношения абсолютно в другом русле. Партнёрском. Я скажу ещё раз. Это как бизнес. Будете в партнёрстве. Будет успешный бизнес. Вот так вот. А вы всё про любовь, про влюблённость, уважение. И сотрудничать надо в отношениях. Вот тогда это будет вечно. Когда вы участвуете вместе. Когда, если вы хотите, чтобы реально был мощный фундамент в отношениях, поддерживайте этот фундамент в четыре руки. Но не в две, а в четыре. И так бы я закончила. До свидания. Спасибо.